друзья рады приветствовать вас после летнего отпуска давно не виделись но мы летом работали но ничего особо не снимали переосмысливали чуть-чуть формат канала и хотим все-таки больше выкладывать каких-то моментов которые будут полезны другим не просто там сделанную работу потому что канал начинался как портфолио но сейчас смотрим что есть люди которые подписываются и которым интересно смотреть как достичь каких-то результатов вот сейчас хотим показать очень интересный момент кто сталкивался с шпаклевкой радиальных поверхностей выпуклых вогнутых в нашем случае сейчас это колонны и полу колонны есть такой момент вот когда их шпаклюют шпаклевщики их протягивают шпателем вот просто берут широкий шпателем тянут так все время по плоскости но только такими движениями и если были неровности вот такие на колоннах вот допустим в нашем случае они были довольно хорошо ошпаклеваны но под венецианку они не подходили почему потому что венеция гладкая блестящая и не будет все видно под обычную окраску вполне бы подошло но на венеции все бы гранености были бы видны как это как это убрать мы вот уже несколько раз делали так делается вот такой спец инструмент обычный черный шпатель прогревается феном пластмасса его прогревается феном прикладывается к нужному радиусу колонны и вот в таком положении фиксируется то есть вы под нужный вам радиус погибаете нужного радиуса шпатель и протягиваете вот у нас сейчас идет вот напарник идет наносит наносит с валика шпаклевку почему потому что ну чтобы она легла равномерным слоем я там за раз в в принципе это все дело стену сейчас покажем на этого шпаклевы на раз мы пробежались сейчас подсохнут перетянем еще раз и будем вышпыривать вот эта колонна напарник только что нанесла шпаклевку с валика так довольно грубо сейчас покажу как я буду стягивать радиус колонны вот мы его официально уже сделали изготовили довели он у нас был мы когда-то делали колонны меньшего радиуса и он приехал на объект был меньшего радиуса опять вот эту часть пробивали феном с двух сторон и разгибали под вот этот радиус и теперь вот так шпаклевочка чуть не прихватилась сверху прокладываем колбаску каждого шпателя когда вы вот так выгнете одна сторона будет более лучше в моем случае у меня сейчас вот эта сторона поэтому мне нужно идти надо не так как я пошел отсюда туда вот и когда округ проходит вертикально мы все эти граненые неровности убираем такая же техника подходит когда у вас имеется стена наоборот радиально вогнутая вот этой стороной когда работается делается эта сторона под эту стену точно так же протягиваются потому что вот такого нанесения шпаклевки как правило недостаточно нужно еще для выравнивания полного нужен вертикальный проход а вертикальный проход по ливолинейной поверхности плоским шпателем в принципе невозможен поэтому нужно изготавливать такой спец инструмент для того чтобы убрать вот эти потому что вот эти гранености когда вот такие ну ты шпателем их мажешь когда вот так ну ты их повторяешь просто он заходит в яму и выходит и это неровность остается вот такую неровность по плоскости можно убрать только вот так вот такой шпателем изготавливается не сложно у кого стоит задача сделать колонны это делается 15-20 минут занимает время но мы спокойно шпателем уже следующий день мы уже их вчера прошпаклевали два раза и сейчас уже заканчиваем вышкуривать хочу показать как мы шкурим то есть мы сейчас убираем все вот эти гранености вот такой длинный брусок только под брусок работаем сейчас здесь идет шестидесятка для того чтобы выстругать всю эту форму сделать все поукруглой и вот такими движениями вот так вот входим в ту колонну после того как под брусок уходят все вылазят в лишние грани специально вчера желтым грунтом под грунтовали чтобы было видно они из маяки вылазят и после этого когда уже форма выстругана мы уже берем более мелкую шкурку соточку 150 и убираем проходимся но все работает только под толстку и вот такими движениями вот таки хороший лайфхак как бы выбивать шкурку от пыли чтобы не было облака пыли палочкой или палочком от ножом или уголочком кем-нибудь ну не рукой рукой тогда вот так вы струкиваете вот такой туман получается вот здесь еще не шкурил почему максимально длинной досточкой работаем это еще с автомобильной покраски досточка для того чтобы сохранить всю плоскость если мы чем меньше досточка тем не ровнее жесткость получается у нас колонны будут блестеть и нужна плоскость максимально ровная ну вот на этом все результат покажу пока